В Алматы в рамках ответного 4-финального матча Всемирной серии бокса WSB Казахстанский клуб Астана Орландс принимал аргентинских кантадоров. Отметим, первая встреча этих команд завершилась спорной победой гостей с счетом 3-2. Перед боями казахстанский клуб представил вниманию публике коллекцию спортивной одежды со своей символикой. На подиуме дефилировали сами боксеры. Вся представленная коллекция в скором времени поступит в продажу. Кстати, в Алматы аргентинцы выступили без одного боксера. Аргентинская сторона попросту не заявила Брайана Нуниса вовремя. По этой причине его депортировали обратно. Иржан Мусафиров, досрочно став победителем, привез первое очко казахстанскому коллективу. Первыми на ринг вышли боксеры в категории до 54 килограммов, казахстанец Багдад Олимбеков и аргентинец Игнасио Перин. На протяжении всего боя соперник нашего атлета не внушался грязных приемов. В определенный момент Олимбеков стал отвечать на провокации соперника, но вовремя взял себя в руки. Преимущество нашего мастера кожаной перчатки было неоспоримым. Счет стал 2-0. Я настраивался на другой стиль бокса, однако соперник повел себя иначе. И в ходе поединка мне пришлось перестроиться. Тем не менее, я сумел его победить. Следующими на ринг вышли представители категории до 73 килограммов Константин Снигур и Хенри Паланко. В этом поединке представитель Орланов полностью контролировал ход боя. В итоге судьи заслуженно отдали победу Снигуру. Счет 3-0 осложнил положение гостей. Все прошло достаточно хорошо. Я немножко подустал, конечно. Не знаю почему, наверное, просто нервное перенапряжение. Поэтому немножечко подустал. Поэтому в четвертом раунде взял небольшую передышку. И в пятом раунде постарался отдаться полностью, чтобы выиграть бой. Ключевым поединком матчевой встречи стал бой легионера столичного клуба Ихсана Русбахани и аргентинца Факунда Симале. Если побеждал Ихсан, то волки досрочно выходили в полуфинал. А если выигрывал его соперник, то у латинской команды появлялись шансы на спасение. Но уже в первом тайме Орланд дал понять Факунду, кто хозяин в ринге. Что касается его соперника, то он показал свой богатый арсенал грязных уловок и ударов. По истечении пяти раундов судьи единогласно дали победу Русбахани. И Астана Орландс официально оформила себе путевку в полуфинал. Гости сумели отличиться и в ничего уже не решавшем поединке супертяжеловеса. Соперник украинского легионера Волков Романа Капитоненко Хосе Вилялба в ходе поединка и вовсе начал использовать элементы борьбы. После трех предупреждений рефери были вынуждены дисквалифицировать его в третьем раунде. Астана Орландс добилась убедительной победы в матче и пробилась в следующей стадии соревнований.